Народ генуя на проводе. Скажите, куда намылилась в воскресенье с утра пораньше? Ух ты, как он меня хорошо обогнал на сплошную. Молодец, так держать. Поехали косточки погреем в салон. Видите, набунючилась, набунючилась, но я правильно сделала, что я вчера огородик полила, я не верю этой маме, доверяй, но проверяй. Поехали, погреем косточки, мы просили пасту приготовить, а что ее там готовить, раз-два и Галя дома. Мы ее так быстро приготовим, что вы даже глазом не успеете моргнуть. Поэтому можем расслабляться по полной программке. Едем, греемся. Потом, что вы хотите, паста пататы. Паста пататы это картошка с пастой. А вообще-то я хочу пасту Альсуго Геттонно. Паста с помидорным соусом и с тунцом. Все, покажу вам съемку дома. Может в саунку заведу вас сегодня, прогреть вас чуть-чуть. Сейчас вы мне скажите, куда это ты нас привела? А это получается у нас турецкая баня с паром. Ничего не видно, да? Здесь краник с водичкой, я уже сполоснула сиденье. Сейчас сажусь. Вам меня не видно, да? Как сделать так, чтобы меня улыбнули? Да, конечно. Но поверьте на слово, что здесь хорошо. Пара мало, я вам показываю. Вот видите, тут несколько ложек. Снизу и сверху. Все, выхожу, выхожу, а то сейчас от меня только мы про место и останется. Вот еще под фонтанчик. Нравится, да? Лепота! Нам ли быть в печали, а? Попарились со мной в банке? Морда порепанная, руки порепанные. Крем в сумке лежит. Сейчас намажем. Едем готовить жрать. Нам что? Нам бы пожрать. Видите? Форма одежды опять синяя. Холодно. А душа согрелась. Увидели моего дружбанчика? Единственный в семье, кто работает. Вот так вот ложится и подставляет спинку, чтобы я могла с вами разговаривать. Видите? Я ему бананчиков за это купила. Так что он сидит теперь вам всем и улыбается. Вот вам такой рыжий кувелдик. Любанечка Алматинская, смотрю твою встречу. Сорокалетняя встреча с друзьями школьными. Не напивайтесь, смотри мне там. Не смешивайте таблетки от давления с водочкой. А я-то думаю, куда моя Любанечка пропала, письма давно не пишет. А она с одноклассниками встречу отмечает. Кто из вас еще встречается? У нас, я помню, один раз встречались. Что-то у меня не получилось поехать. И так я на встрече не побывала. А очень жаль. Ладненько. Смотрите, еще одну шкуру на себя одела, чтобы после саунки мне тепло оставалось в костях. Дружбан сидит. Я ему выдала бутылку воды. Если захочет попить, он попьет. Пусть сидит. Он на своем посту. Единственный трудяга в семье, еще раз скажу. Так. Ну что, паста. Пока суть до дела. Мы сейчас раздавим чесночок. Не стучи, не греми. Ты не на работе. Ты уже дома. Я просто придавила чесночок на досточке, чтобы его раздеть быстренько. Он тогда сам раздевается. И разбывается тоже. Хотели узнать вы про пасту, да? Сейчас мы вам кое-что расскажем. Все. Даванули два зубчика. Бросили в кастрюльку. Сейчас маслица сюда наливаю. И пусть пока чесночок чуть-чуть обжарится. Одну секундочку. Я забыла купить масло, но так как у меня вот эти банки идут с работы. А в них там еще как раз то масло, которое мне надо вылить и их вымыть перед тем, как водичку наливать. Поэтому мы его вылим в кастрюльку. Самая обычная подсолнечная маслица. Без запаха, вкуса, пыли и гари. Все. Мне этого достаточно. Многие готовят на оливковом масле. Я почему-то люблю оливковое масло добавлять уже потом. Что? Вы как? Ну, во-первых, оно дорогое. Это раз. А во-вторых, говорят, оно выделяет какие-то там канцерогены. Если можно на таком, зачем мы будем лишний раз себя напрягать. И потом по вкусу доведем это оливковое масло. Все. Нам надо, чтоб чесночок дал только запах. И мы его сразу же и в стороночку вставим. Что у нас есть. У нас есть вот такие вот полпа. Это значит протертый помидорчик. По-моему, он без шкурки, со шкуркой. Нет разницы. Могут быть помидорчики в собственном соку. Вы их подавите. Может быть густой томатный сок. Все, что у вас есть. Мы готовим из тех продуктов, что у нас есть. У нас, слава богу, эти баночки хорошо открываются. Я, наверное, две бабаскаю. Чтоб не разика на два, на три хватило. Давайте поговорим о том, что такое паста Виталий. Если у нас в основном первое блюдо. Это первое блюдо. Это супы, борщи и так далее. То у итальянцев это уже для вас не секрет. Паста. Это самое главное, что не есть первое блюдо. Вот мой чесночок начинает. Я его вытащу и сразу налью сюда томатик. Поэтому итальянцы, они пастоеды. Самая хорошая паста у них считается, паста борисов. У меня, кстати, она должна быть. Вот такая, видите. Я предпочитаю пасту. Давайте начну с какой я пасты начинала. Когда я приехала в Италию, первый раз меня спросили, какую ты пасту будешь кушать. Все, чесночок готовченко. Я знаете, что ответила. Макароны, они и в Африке макароны. Какая разница. Действительно. Какая разница. Прикручиваем. А то сейчас моя белая косточка будет в красную капочку. Ополаскиваем. Не стесняемся. Водичка потом выкипит. Одно и другое. Мы же с вами экономные. Солить будем потом. Накрывать будем сразу. Где моя крышечка? Она там, наверное. Сейчас я отверну камеру. Что она у вас за спиной стоит. Все, накрыли на самый маленький огонь. Время от времени мы ее помешиваем. Конечно. Она быстро готовится. Вот запустела. Маслица отделилась. И все. И готовченко. Значит. Итальянские семьи. Они, конечно, очень большие почитатели семейных обедов. Завтрак. Это у кого как получается. Многие работают. Многие спешат туда-сюда. Ну, вы же знаете. Как у всех вас. Но это в основном бриоши. Это в основном завтраки, которые проходят в барах. Типа в нашем баре. Или фокачча с молочком. Или капучино с бриошем. У них не едят ни жареных яиц. Ни картошки жареной на завтрак. Они даже не знают, что это такое. Вот. Молочных каш они тоже не едят. Ну, в общем, у них вот такие. А вот обед это уже дело такое серьезное. В основном на юге Италии. Казалинги. Это домохозяйки. Мама семейства не работает. И занимается чисто домашними делами. Она с утра встает. Она начинает готовить эти соусы. Она начинает... Ну, соус много у них почему-то. У меня быстро соус готовится. Я не знаю, что они его по три часа там вываривают. У меня потом изжога начинает плеть. Если я его три часа буду готовить. Уварился чуть-чуть. Посмотрели. Нормальное, нормально. Вот. Вы знаете. Мой принцип. Горячий сыр не бывает. Давай. Ну, так вот. Давайте я сразу уже поставлю водичку на пасту. Вот. Ну, и значит, у них первое это в основном паста. Причем так. Все сидят за столом. Семья сидит за столом. Мама этот стол сервировала. Всем эти припоры все поставили. Вот. Вот. Настоящий культ к еде. У нас я могу кушать стоя, ходя по комнате, передвигаясь туда-сюда. Ну, это у меня уже привычка выработанная с работой. У нас времени бывает и не бывает. Ты тут одной рукой мешаешь, тут жуешь, тут пьешь, тут это самое. Вы видели. А у них нет. Это все культурно. Накрывается стол. Это все салфеточки, это все тарелочки, это все приборы разложено. Вся семья собирается. И не только по праздникам. Это даже в будние дни вся семья собирается и садятся обедать. Вот. И обед это у них дело святое. Мама бегает, всем пасту раздала. И начинаются у них застольные, так сказать, разговоры. Кто-то там себе пол стаканчика венца нальет. Это нормально. Это очень даже принято. Вода, вино на столе, сладкие напитки постоянно. Без этого ни один стол. Нормальный обедный стол не это самое. Ну, в общем, все это стоит. Вот. Только все покушали. Опять же, мама собрала все тарелки. Она садится где-то с краешку. Вот так вот. Она ест в полу присес, так сказать. Потому что, если первый человек поел, она уже начинает у него убирать тарелку. Вот. Или, ну, это смотря в какой семье. Она сразу эту тарелку в сторону. Это самое. И она тут же первому человеку, который закончил пасту, уже может подавать второе. Потому как, если семья большая, если ей надо тут же сразу приготовить тоже мясо на две. или там, ну, не знаю, то, что они кушают, то она уже начинает первые порции обжаривать, подавать тому, кто первый поест и так далее. Вот это вот вся катаваси. У них нет так, как у нас. У нас накрыли стол, все поставили, все стоит. Холодные, горячие закуски. Нет. У итальянцев такого нет. У них все это подается по очереди. Сейчас еще капну водички. Потому что смотрю, соус у нас густой был. и он как бы начинает подозрительно шипеть. Пусть он еще чуть-чуть поварится. То есть, вы видите, буквально на ваших глазах, тут не прошло и нескольких минуток, так сказать, а он у меня уже начинает густеть. Поэтому я соусы долго не варю. Итальянцы их варят подольше. Вот. Так что я хотела сказать. Вот этот обед у них, особенно если это суббота-воскресенье, и они не работают, этот обед может длиться, скажем, с часу дня до четырех по полудню. Они могут просто сидеть за столом, разговаривать, обсуждать все свои дела, все свои проблемы. Они очень все разговорчивые. Им не надоедает вот это вот тарабанить, сколько, так сказать, сколько могут, столько и разговаривают. И все все это едят. И потом начинается сладкий стол. Мама опять убирает тарелки после второго блюда. Начинается сладкий стол. Потом у них кофе. Потом еще кто-то хочет у них выпить омару. Это вот таких вот их ликерных таких напитков. Они говорят, что это хорошо для того, чтобы для переваривания пищи, как они называют диджестионы. И поэтому обед растягивается, я вам говорю, на 3-4 часа. Это самый обычный обед. Ну, если, конечно, семья работающая, то там такого нет. Ну, хотя к нам на обед, допустим, приходят те же самые или строители, или работники. Если у них есть час обеденного перерыва, они будут час сидеть за столом, медленно кушать, разговаривать. Потом после обеда они выпьют чашечку кофе на этом обед. Закончился, и они пошли опять на работу. То есть у них еда, это просто вот такой национальный культ. У нас, я никогда не помню, чтобы семья всегда собиралась. Ну, разве что вечером там все за столом собрались. Может, сейчас другие традиции. У нас холодильник этот постоянно рыб, рыб, дерг, дерг. Там кастрюля, то ты себе нагрей, то я себе там это, то перекусы. У них как-то это по-другому. У них это все их, так сказать, достояние. Вот. Ну, давайте так. Сегодня я готовлю, допустим, если вот это было только с помидорчиком, это уже у нас была паста аль суго ди помодоро. И все. И на этом бы сварились макарончики аль денте. Ставится сковородочка. Ложу туда пару ложек соуса готового. Кидаю откинутую на друшлаг пасту. Две секунды потрясла сковородкой, вывалила в тарелочку. И это самое пармезаном посыпала. Ну, так как у меня сегодня с тунцом, где-то минутки за две до готовности я брошу туда тунец, потому как он готовый. У вас нету тунца, бросьте любую консервочку на ваше усмотрение. Хотите рыбную, рыбную, хотите есть мяско в желатине, хотите мяско добавить, добавьте мяско. Если у вас курочка осталась, добавьте, пощипайте курочку. Если у вас кусочек рыбки отварной, не знаю, осталось, бросьте туда рыбку. Все, оно пойдет. Петрушечкой притрусите. Я вчера была на огороде, забыла сорвать петрушки. Ну, у меня, смотрю, вот в тарелочке есть сухая петрушечка. Она постояла пару деньков, высохла. Я потом потрушу этой петрушечкой. Солька, перчик доведу до ума и все. Если б я готовила сегодня пасту-пататы, я вам сейчас расскажу быстренько, как она готовится. То же самое. На сковородочку налили маслице, бросили зубчик чесночка или два, как вам нравится. Чесночок отдал свой вкус. Вышвырнули его. Картошечку на кубики, на эту сковородочку. Там уже стоит у нас водичка для пасты, подсоленная. Что мы берем? Мы кидаем эту картошечку на сковородочку. Чуть-чуть ее как бы, даже не зажарили, а как бы чуть-чуть обдали ее горячим. И начинаем потихонечку ложечкой добавлять водичку. Картошечка, как наш ризотто, в маленьком количестве воды на сковородочке доходит до ума. Она отдает свой верхний, так сказать, вот этот крахмалистый соус. Внутри остается она картошечка, рядом варится паста. Все, потом это все смешивается в кучу. Маслице оливковое в самом конце. Видите, у меня такое оно мутноватенькое, потому что это холодный отжим, это домашнее маслице. Поэтому все смешали. Тоже хотите петрушечки, добавьте петрушечки. Точно так же и паста фаджоли, точно так же и паста пизе или фаджоли. Это фасоль, пизе или горошек. Проварите или горошек, проварите или фасоль, чтобы воды в ней было много. Чтобы вот эта густая юшечка, вот в чем заключается их, что минестроны у них, что это самое. Вот это вот густая юшечка. И с пастой смешивается. Вот это вам все. Эти рецепты, они настолько простые, это приготовит даже мой Владик, который, кстати, вчера записался. Мой племянник. Как там на чужбине, учеба. Все нормально. Напиши тетушке. Видишь, в Италии побывал. А так бы, кто его знает когда. Вот. Раз уже вспомнила за своего племянника, давайте еще посмотрела вчера. Так, я считаю, что мой соус готов. Я сейчас брошу сюда тунца. И на этом я его две секунды и выключу. Доведу только до ума. Семья Лисичкиных. Я только котиков не сосчитала. Сколько ж вас там котиков. Ой, какие красавчики. Детки поют. Давайте я вам псевдоним дам. Белочкиных. Детки песенки поют и орешки все грызут. Какая замечательная семья в Тверской области. Очень приятно, что вы зашли в гости. Если б мне на вашу роту готовить, то тут надо только ко мне на кухню, на работу. Тут я с вами не справлюсь. Ей Богу не справлюсь. Тут своих дармоедов. Еще тут сверху всякие дармоеды сидят. Сейчас тоже их надо перечистить, перемыть. В воскресенье надо же им порядочки понаводить. Так, отключаю я. А то вы же знаете, как у меня видео грузится. Сейчас я на 2 секунды вас отключу. Вода уже закипает. Будем сейчас пасту бросать. Приходится прерывать видео, потому как такой плохой интернет. Ребята, то он есть, то его нету. То погода на него влияет, то деньги на него, наверное, влияют. У меня тунец в водичке. Самый обыкновенный. Вот все, бросаю. Чуть-чуть поперчила. Тунец бросила. Сейчас минутка-две. Под крышечкой. Вода кипит. Бросаю в воду. Спешить не будем. Сырую кушать не будем. У меня выходной я сегодня не спешу. Итальянцы пасту отмеряют тарелочками. Сколько надо порций, столько надо тарелочек. Я, как обычно, все на глаз. Останется. На второй раз в микроволновке разогрела и еще раз поела. У меня нет заморочки. Два раза подряд поесть одно и то же. Какая разница? Лишь бы горяченькое. Лишь бы это самое. Кстати, хотела вам, что не убрала со стола, платеж показать. Пока я два месяца была дома, не знаю, видно ли цифра или не видно. Сейчас я вам скажу. Без очков еще так. 62 с копейками. Пока два месяца сидела дома, вот эти два моих помощника кухонных. Я, конечно, тогда видео снимала очень мало, но готовить готовила очень много. У меня было все с точностью. Да, наоборот, да. Надо больше дела, меньше жратвы. А у меня это самое. У меня, наоборот, получилось. Ну, заняться было нечего я каждый день. То первое, то второе, то пятое, то десятое. Вот это готовила. Сейчас готовлю очень мало, потому как готовим на работе. Там что-то перекусил, там что-то та самое. Вот. И вот это за два месяца мне нащелкало 62 евро за свет. В следующем месяце уже будет платежка намного меньше, потому как я приборами не пользовалась. Это вам для сравнения, какие цены у вас за электричество, какие у нас. Газовой духовке, электрической духовке при этом у меня не было. Только у меня вот. Будем называть и термомикс мультиварочкой, потому как многие не поняли, что это за машинка. Это своего рода кухонный робот нового поколения. Ну, в Италии это не нового поколения. Я смотрю, его в России термомиксом называют. У меня это Silvercrest, я уже говорила в предыдущих видео. Он у меня с немецкого магазина Lidl. И стоит он всего 229 евро. Кто был в гостях у моей дочки, у нее 1200 евро итальянское. Это называется Bimbi. Очень дорого. И теперь посчитайте. Надо вам, не надо. Вообще-то вещь полезная. Вещь полезная, у кого семья. Но все-таки мультиварка мне нравится больше. Я же говорю, отложенный старт. Я другой раз завтрак себе засыпала туда. Или молочко, или хлопья. Овсяночку сварила. Йогурты сделала. Торт заколомпоцала туда, бросила. Он испекся. В общем, я мультиваркой довольна. Я довольна. Многие не пользуются. Но мне почему-то... Вот это, стояв над плитой колдубасится, я зажарку кинула. Все вместе накидала. Крышкой накрыла. Поставила на маленький огонь. Оно доварилось. Зашло как в печи вроде бы. Вот у меня такое впечатление, что ты кушаешь тот же борщ. Ну и что, что зажарка идет прежде, чем все остальные ингредиенты. Это меня никак не напрягает. Я могу только мясной бульон сварить. А мясной бульон у меня редко бывает. С мясом я готовлю редко. Поэтому меня все устраивает. Супы, борщи, мультиварки. Это все быстро, хорошо и просто. Так, ладненько, ребята. Смотрите. Соус. Выключаем. Капельку маслицы. Сейчас я вам покажу. Уже масло, кстати, от него отделилось. То, что я вам говорила, что надо смотреть, чтобы... Маслица от соуса отделилась. Ну, это было маслице подсолнечное. Мы сюда капнем капельку оливкового масла. Мы же с вами... Немного. Не надо. И так уже на боках столько всего. Она вырастала, что куда-то много. Так, это и петрушечку. Петрушенция наша пошла. Все у нас пошло. Запахи у нас стоят прекрасные. По-моему, у меня еще есть немножко пармезана, если не все еще захорячего. Пусть настаивается. Как настаивается больше, пусть так настоится чуть-чуть соус. Он будет вкуснее. На это время у нас доваривается паста. Пасту лучше не переваривать. Не хотите на сковородке, смешайте с этим соусом. Я тоже из одной тарелки, я просто не буду вымазывать сковородку. Мне это ни к чему. Но просто, когда вы ложите на сковородочку этот соус и бросаете пасту, вот это как раз получается... Вы помните, как пельмени? Вот если их сварить, а потом, говорят, в мультиварочку бросить с маслицем и дать им там дойти смокота. То же самое это получается смокота с вот этими делами. Так что я сегодня вам чуть-чуть рассказала еще о Виталии, а еще не все. Помните, мы с вами готовили кашу-малашу? Молочный рисовый этот самый, пудинг такой. В мультиварочке, кстати, варила рис, потом кипятила молоко. В общем, это все смешивала. Это такое же самое, только с добавлением какао. Я вам говорила, что продается один такой десертик стоит 49 копеек. Ну, он тут чуть-чуть с какао, чуть-чуть как бы кремовый, не сильно даже шоколадный. Он бывает белый, он бывает шоколадный. Ну, тут шоколада, блин, дофига и трошки. Так что вот это 49 копеек, сварите вы эту рисовую кашку и не морочите вот то, что куры несут. Это сок удобно. Все, ребятки, наша паста готова. Я отключаюсь. Вам приятного аппетита. Завтра мне на работу, сейчас ищу хату, выдраю, уберусь. Все. Что вам хочу сказать по поводу покупной, вот это типа каши-малаши. Видите, на дно налили какао, типа оно шоколадное. У меня было намного вкуснее. У меня рис разварился. Все это было намного вкуснее. А шоколад мы могли и сами с вами добавить. Так что делайте выводы. Я уже поняла, что вы от меня сегодня просто так не отстанете. Завершающий этап нашей пасты. Конечно, на сковородку делайте свечу. Что, соусика побольше хотите, да? Давайте побольше. Пармезан на ручку не ложится, понятно? Но кому нравится, разрешаю. Кто бы возражал, я не буду. Вот так. Как вам больше нравится, да? Опять будем женить наши ингредиенты. Мы же пока тут всех не переженим и успокоимся, да? Все. На этом могу быть свободна, спокойна. Еее. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова